Меня зовут Настя и моего слуха у меня 20 процентов. Я слышу, когда капает дождь и бьется об асфальт. Даже если прислонить к уху колонку, оно не такое яркое, как с аппаратом. Духи не контактируются с слышащими, потому что думают, что к ним относятся плохо. Но это не так. До того момента, как я встретилась с Женей, мне было стыдно то, что у меня с ума проблемный. Он говорит, что не нужно этого стесняться. Это изюминка. Он попросил меня научить языку. Я его начала обучать. И у него возникла такая идея сделать курсы для многих людей. Мы сначала организовывали разговорные клубы. Так как глухих большинство было спортсменов, уже не возникла такая идея попрактиковаться вне заведения, то есть на свежем воздухе. На моем жизненном пути всегда попадались люди, которые хотели знать жесты. Я их учила, для меня это привычно. Я хочу научиться на сурдопереводчика и открыть свою школу. Смотря на маленьких деток, да, в первой, четвертой классе, да, в других школах. Я хочу, чтобы они научились понимать книги, то, о чем пишутся в книге.